МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поднявшись ввысь, решится ступить в пропасть, беспрекословно подчиниться закону притяжения, разрезая воздух, лететь в свободном падении. Пожалуй, одна из самых острых эмоций в моей жизни, однако не единственная. Каждый раз, когда я приезжала снимать сюжет о прыжках с парашютом, я всегда спрашивала только что приземлившихся, ну как, что вы чувствуете? Они смотрели на меня, глупый вопрос. И однажды предложили прыгнуть самой, выдали костюм, посадили в самолет, я даже испугаться не успела. Вот он, вот это самый страшный момент. Мне казалось, что самое страшное, это выйти из самолета в пропасть, ступить туда, но оказалось, что самое страшное, это доли секунды после. У тебя под ногами уже ничего твердого нет, тебя несет куда-то в сторону, ориентиры вообще все теряются. Потом приходишь в себя спустя пару секунд, и вот остается где-то 20-25 секунд вот этого свободного падения. Это самый кайф. Ты пробуешь небо на вкус. Ты пробуешь небо на вкус. Я не могу. Вот мы приземляемся. Первое, что захотелось сделать после приземления, это прижаться к земле. И я ползла, в прямом смысле этого слова, на базу. И как только я доползла, мне же в лоб мой любимый вопрос. Что чувствуешь? Да, вот именно. Это наш оператор Виталий. Что я чувствовала? Ну, сложно, наверное, передать. Я просто мычала. Мне говорили, ну ты же журналист. Я не могла сказать ни слова, связать ни слова. Я так и уехала, не связав ни слова, просто обнял всех. Спасибо, я не знаю. Это не мне объяснить просто. Рассекать крыльями воздух. Сквозь пелену туч всматриваться в панораму жизни, ход которой почему-то замедляется на уровне облаков. 160 метров над уровнем моря – высота, на которой мы живем. Однако стоит подняться немного выше, и можно под другим углом взглянуть на привычный нам мир. Кстати, нам удалось снять наше первое интервью в воздухе. Да, самое крутое, самое классное в небе, когда мы живем свободы, когда ты ищешь. Субтитры создавал DimaTorzok Самый красивый полет, конечно, это первый полет, он вспоминается на света, но все красивые полеты, это в основном полеты по плотам. Субтитры создавал DimaTorzok А почему вы снимаете? У меня здесь уже такая страшная, мне плохо. Ну супер на самом деле, я не знаю, как это писать. Так как прыжок с парашютом, я тогда не могла найти слов, сейчас так же. В высоте есть что-то романтичное и недоступное, наверное. Сейчас мы находимся в прибрежной полосе озера Долгое. Оно по праву считается самым глубоким в Беларуси. По разным источникам его глубина достигает 53 метров. Возможно, именно поэтому оно стало излюбленным местом белорусских дайверов. И сегодня вместе с ними мы отправимся на глубину. Первое – это надеть костюм. Его надевали с мылом. В прямом смысле этого слова заливаются мыльные растворы, ты его натягиваешь полчаса. Ну а второе – опять костюм. Я в нем, тетя, лошадь какая-то. Вроде бы такой тонкий костюм, да? Так тепло. Можно мне такой на зиму? На работу, да? Вместо пуховичка. На работу, ходите. Находите. На толстую. Лучки-то в ледяной воде. Здесь дельшвина. Ну пока страшновато, надо еще чуть потренироваться. Это дело лучше вдох и выдох, а не постоянно. Тишина. Там не звонят телефоны. Пока. Скоро что-нибудь придумают. Там тихо, спокойно. И мне очень больше всего в дайвинге нравится невесомость. «Уда», «Уда» Это экстренное всплытие. У меня началась паника. Вот тебе просто дышать ртом? Мне? Да, ты можешь дышать просто ртом. Конечно могу. Ну вот просто. А там в воде это как-то все иначе. Ты вроде можешь дышать, но рефлекс срабатывает. С детства нас учили, что под водой дышать нельзя. Правильно? Правильно. Это такое полное воссоединение со стихией. Вроде глубина небольшая, 3-4 метра где-то примерно. Но такое чувство, что ты на другой планете. Тишина, рыбки плывут кругом. После подъема на поверхность это такая яркая эмоция. Такой поток счастья. Там же ты не можешь истерить. А когда ты поднимаешься на поверхность, ну просто рай тебя догоняет. Вот это чувство накрываясь головой. Кстати, это октябрь. Вода 5-6 градусов примерно. Но ты этого даже не замечаешь. Во-первых, в теплых костюм. А во-вторых, ты занят новой какой-то неповторимой эмоцией. Там уже не до холода. Гораздо холоднее уже было снимать на земле зимой. Ну и страшнее, наверное, немного. А вы пробовали когда-нибудь сидеть в джинсах на снегу и обувать сноуборд? Все, что я видела, так красиво. Да страшно. Ух ты. Вот ты же сразу же поехала. Упала. Кстати, мои первые проездки происходили именно так. Я ехала на сноуборде, он катился, а я цеплялась ногтями за снег, чтобы не скользить дальше. Нет, ты можешь как-то по-человечески это сделать. Сейчас. Ну страшно. Не меньше страшно, чем другие виды. Кажется, знаешь, там высота, парашют. Здесь тоже как-то все. Я поможешь? Да. Ты понял, наверное. Получилось! Кстати, пятно на джинсах – это от снега. Ну я так, уточняю на всякий случай. Ну да. Ну вот скажи мне, ты вот побывала и на земле, и на воде, и в небе даже побывала. А вывод какой из сил? Вывод? Ну мне кажется, что после каждой такой дозы адреналина ты как будто обнуляешься, очищаешься, наверное, правильно так сказать. Все какие-то бытовые проблемы становятся незначительными. И адреналин, как ни странно, учит тебя быть спокойнее. Ну, кстати, это же еще не все. Самое дорогое, самое сладкое. То, зачем я погналась на край света. Моя мечта – я оставила ее на десерт. Горный Алтай – одна из самых крупных водных артерий края – река Катунь. Покорить ее пытаются многие. Сюда съезжаются рафтеры со всего мира, чтобы преодолеть водные бурлящие пороги. Однако река сама решает, пропустить странников или нет. Со стороны бирюзовой воды кажутся совершенно безобидными. Однако настоящий характер реки. А позже я и сама пойму всю ее своенравность. Узнаешь только, оказавшись наедине со стихией. Кстати, у водников-рафтеров есть принципиальная разница между ходить по воде и плавать. Перед рафтингом я ляпнула инструктору. А куда мы завтра поплывем? Он посмотрел, он мне так строго сплывал. Еще раз скажешь, поплывем. В общем, плавать – это значит, что судно перевернулось и все, правда, поплыли. И те, кто знает горные реки, представляют всю эту опасность. И чтобы река была благосклонна, нужно умыться и попить из реки. Мы вышли на связь в Новосибирском с моим инструктором по рафтингу Максом. Макс, расскажи, а зачем у рафтеров принято пить из реки и умываться перед отплытием? Во-первых, это отдается дань уважения реке, когда ты из реки пьешь. То есть ты как бы с ней соединяешься и показываешь ей, что ничего плохого ей не желаешь. Вот это самый страшный момент, когда лодка перевернулась. На видео это, конечно, смотрится даже немного весело. Но между волнами они это называют валами. Ты не успеваешь глотнуть даже воздух, это же горная река. И вот после все, в общем-то, испугались и сошли с судна на берег. Стали пешими туристами. А мы решили, нас осталось трое, мы решили, что если мы сейчас испугаемся, не пойдем дальше, то, наверное, больше никогда на такое не решимся. У нас оставался еще один порог, достаточно опасный порог. И уже по дороге мы поняли, что сил пройти его у нас не хватит. И у нас было такое удивление. Огромная воронка, которая закрылась прямо перед нами. Она была метра два, она просто закрылась. И вот, кстати, это был тот самый момент, когда я сделала главный вывод из всего своего путешествия. Стихии нельзя покорять. Если ты идешь в гору, ты идешь на рафтинг, неважно куда, и говоришь стихиям, я тебя покорю, тебя сожрут. Стихия просто сожрет тебя. Даже с большим количеством современной аппаратуры тебе это просто не под силу. С глубоким уважением к природе и стихиям. И мне кажется, что стоило пройти весь этот путь, чтобы понять это. Высота, глубина, стихии, любовь, экстрим и дикий восторг на границе со страхом. А сумма всего – это ваше стремление познать себя. Решайтесь, ищите возможности, а не оправдания. Ведь лучшее время для ваших ярких открытий сейчас. Редактор субтитров А.Семкин